Я делала стримы и думала, что я должна сидеть там 3-4 часа. Я потом поняла, что надо мной стебались, а по большей части люди. В какой-то момент, когда я это осознала, я как-то стала, видимо, отстаивать своё мнение. Много пошло негатива, очередная волна, что вот как это я такая тут фря, имею какое-то своё мнение, на своём канале, да ещё и своё мнение имею. Как это я вообще могу такое иметь? То есть, что как бы я должна, видимо, не иметь мнения, а быть какой-нибудь там молчаливой вещью. И получилось так, что какие-то запросы, которые раньше, допустим, я бы даже не подумала записать, или мне бы даже не захотелось, или я бы не рискнула, потому что стрёмно, я что-то выполняла, что-то писала вообще по собственному желанию. Есть один плейлист «Дамская комната». До сих пор сама на себя офигею, на свою смелость. Но он как бы плейлист из двух видео. Там больше, скорее всего, не будет никаких таких видео. И вот действительно очень много у меня плейлистов на канале, они множатся и множатся. Есть один плейлист, который я до сих пор не забрала. Это самый первый плейлист. Обзоры «Айва Форевер» или как-то так, или «Айва Форевер» обзоры. Что-то такое. Ну и да, «Р» на конце у меня читается. Это чисто моя фишка. Я знаю, что она в правильном бы произношении не читалась. Но у меня как бы в одно слово или в два слова. Литературный псевдоним изначально. Творческий псевдоним «Айва Форевер». Но вот «Р» читается. Мне так хочется. И у меня иногда вдохновение совершенно случайно как-то так приходит. на какие-то темы, которые даже никто не просил. На какие-то ролики, которые давно-давно лежат в закладках. У меня в двери три записнушки. Две из них при этом от разных подписчиц дары. Спасибо вам, кстати, всем. И я... Кстати, спасибо за донаты. Мне сегодня 300 рублей прилетело. Я так, когда деньги приходят на карту, всегда так пугаюсь. Офигеваю. Думаю, зачем? Чего? Как? Да-да, у меня есть ссылка на канале на донат. И у меня есть ссылка под каждым роликом на донат. Но я всегда удивляюсь, когда это на самом деле бывает. И вот у меня внезапно. Я этот ролик вообще планировала где-то, наверное, с конца сентября прошлого года. У меня какие-то мысли были. Я их набросала в тетрадочку, чтобы не забыть. Это старая привычка, когда была внештатником полторы газеты местных, углических, уже так лет, наверное, 15 назад. Я записывала на листочках основные мысли, а потом вот от этих основных мыслей вдруг рождалась такая вполне себе нормальная статейка. И я всё собиралась. Я как-то скачивала с канала какие-то ролики, которые думала, что можно бы вставить там их, или смотрела там что, где, как у меня было, чтобы зацепиться. И тут внезапно в 11 вечера 26 марта я решила таки записать этот ролик. Хотя дня три назад ещё как-то что-то подкидывались, какие-то идеи. Пыталась, думала так вот, начать сделать вот так вот. Но потом подумала, что лицом в камеру всё-таки это лучше. Всё. Всё.